Сатая, кстати, вот единственная из девушек, которая не смогла продолжить борьбу, это Джина Маккоркл из Великобритании, 20 место, но сегодня она не вышла. Уханако Муракамия, это вечно перспективная юная звездочка из японской команды, смущает только одно, что в перспективных она ходит дольше, чем ей самой и ее поклонникам хотелось бы. Очень долго, может быть, когда-нибудь прорвет. Пока что 10 место после короткой программы. Из японских девушек она слабейшая, здесь же Акико Сузуки четвертая, ну и Мао, Мао Асада первая. Это после короткой программы. Через час узнаем, что будет. Что будет после произвольной программы. Очень интересно. А что касается Канако, она по-настоящему, по-хорошему дебютировала на чемпионате мира в Москве в 2011 году. Тогда именно, после нашего московского турнира, они заговорили. Там выиграла другая представительница Японии Микоанда. Но Канако произвела хорошее впечатление. Она еще начала показывать себя на нюанских этапах. Ну, она взрослых уже в Москве. Вытащила молодец. Тулуп при этом. Мне казалось, там был небольшой недокрутик на втором тулупе. На лутце будет, конечно, понижение в районе полутора баллов. Тулуп при этом. 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 Это достаточно сложный каскад, потому что до земления не идёт на одну и ту же ногу. Это ещё в конце программы, это большая нагрузка для ноги. Но она справилась с этим каскадом. КОНЕЦ Красивое вращение в конце, красивый бильман. Очень, вы слышите, конечно, что стадион, и видите теперь уже, что стадион встаёт. Здесь Канака просто утопает в овациях. Ну и она тоже довольна своим прокатом. За редким исключением, мы понимаем, сейчас будем смотреть ребро на тройной лутце в самом начале программы. Каскад 3 плюс 3. Аделина, вы помните, обратила внимание на наличие докруто или не докруто. Вообще для Канака этот сезон не очень простой. Она впервые в своей карьере выиграла турнир четырёх континентов. Это было дело в конце января, даже после европейского чемпионата. До Олимпиады, Аделина, оставалось меньше двух недель. Вообще такой жёсткий достаточно был график у представителей в Северной Америке. Ну, во-первых, это уже не привыкать ни нам, ни им, потому что этапы Гран-при у кого-то могут быть соревнования так каждую неделю. Там два этапа. Ну, против финала там есть время отдохнуть и подготовиться. А кто-то катается так, например, там Гран-при Китай, Гран-при Японии, например, идут следом, следом идут. И кто-то выступает именно на следующем этапе. Китай катает и Францию. То есть всё очень близко. И получается, после Китая надо сразу лететь во Францию, домой не залетая, сейчас сразу летишь на другой старт. Это достаточно тяжело. И это восемь часов разницы во времени. Это я, к примеру, не точно идут эти этапы следом. А вот посмотрите, что значит профессионал Аделина Сотникова. Судьи сначала не обратили внимания, а сейчас на судейском компьютере зажигается тройной тулуп и тройной тулуп с недокрутом. Там было много недокрутов, просто не хотела это говорить. Было, было, видно. Вот, тройной лут с недокрутом, тройной риттбергер с недокрутом. Она вообще вот так вот, если вот пожёстко подходить, мало что и сделала Канако Мураками. У неё много недокрутов. Здесь вытащила, молодец. Но и не случайно... Молодец с недокрутом. Не случайно ведь в короткой программе у неё приличная была оценка за компоненты, а по технике она... Смотрите, у неё все прыжки с недокрутом могут. Если даже, получается, за пределами первой десятки. Вот так вот. Удивительно. У Канако это была всегда проблема. Она прыгает, вроде бы, прыгает хорошо и видно, и высоко, и мощно. Но почему-то приземляется она в недокрут. Это очень обидно, когда ты катаешь чистую программу, и потом смотришь на распечатки, а у тебя там сплошные минусы. Ты думаешь, да. Не пошло. Вот, кстати, перед турниром четырёх континентов большая была дискуссия в японской прессе. Японская пресса знает всё о фигуристах, о фигурном катании, о фигуристках особенно. И была проблема у Канако, серьёзная достаточно. Не подходили ботинки. Постоянно болели лодыжки. И она решилась за неделю до турнира четырёх континентов поменять вообще коньки. Это рискованное предприятие, Аберина? Это очень рискованное. Потому что я лишь на коньки долго раскатываю. Я не могу выйти там сразу и прыгать, как это кто-то делает. Кому-то это очень удобно. А у меня ноги начинают болеть, и это очень тяжело. То есть я сначала выхожу на старых, катаясь, прыгаю, а потом меняю коньки на новые. Это раз в сезон бывает? Да, это раз в сезон. И сколько занимает этот тяжёлый, мучительный процесс? Ну, меня, чтобы раскатать коньки, уходит на эту неделю. Неделю? Угу. Вот так вот. Ну, давайте. Давайте смотреть, кто у нас какое место занимает. Итак, Канако Мураками, получив 111,58 балла за произвольную программу, отправляется у нас на второе место. А лидирует представительница Кореи. Ну, не та. Не Юна Акима, а Союн Парк. И её результат у нас 176,61 балла. Вот так вот. Канако Мураками.